Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Екатерина не потерпит рядом с собой толстяка и маменькиного сынка Войдет замуж за образованного и серьезного мужчину, которому она захочет родить троих детей Здравствуйте, девочки Екатерина, вы в каком городе выросли? В городе Уфа В Уфе? Да А свадьба вашей подруги была где? В городе Москва То есть вы приехали на свадьбу в Москву И в Москве познакомились с мужчиной? Да Какие у тебя первые впечатления? Ну, фотография она приятнее выглядела, честно говоря Вы были свидетельницей со стороны невесты Да, я была подругой невесты, он был лучший друг жениха А вы первый раз в Москву приехали? Да, до этого я никогда не была Сколько вам было лет? 25 25 И прям влюбились с первого взгляда? Да, я когда его увидела, я его сразу же выделила Потом мы с ним поближе познакомились А что в нем было такого особенного? Почему вы его из тысяч выделили именно вот этого парня? Ну, видимо, какая-то харизма Понятно Ну, естественно, когда там улучили минутку, то у невесты спросили А кто? На что? И как? Я до этого слышала о нем пару слов Просто кто будет на свадьбе Я знала, что будут друзья жениха И я как бы знала, что есть такой человек Но никаких подробностей я не спрашивала И свадьба это была такая, была регистрация А потом жених с невестой улетели Здесь я была неделя Они улетели, подруга улетела Да, они улетели Я осталась у них как бы смотреть за котом Пожила здесь неделю, мы общались Все это неделю? Да, но немного Большую часть мы постоянно переписывали в социальных сетях Когда я улетела домой, он мне постоянно писал Он меня стал звать И как бы я собралась и приехала в Москву Прямо насовсем с чемоданами, с одеждой? Ну, с вещами, да, конечно С вещами, да Вот вы приезжаете, он вас не встречает? Он меня не встретил Телефон был отключен И я как бы вообще не понимала, что происходит Я звоню со своей как бы подруги Она мне говорит, а вообще куда ты поехал? Он человек ненадежный, разворачивайся Да, но я не стала как бы разворачиваться Потому что человеку я доверилась Мы общались уже практически два месяца И я решила остаться с ним хотя бы поговорить А не сказала, какая хитренькая Ты-то в Москве замуж вышла А меня что это ты домой гонишь? Ну вот Внутри такое было? Я просто не понимала, что происходит на тот момент А откуда у вас был номер телефона его мамы? Вот вы же стали звонить мать? Мать или его? Я не звонила маме Несколько дней я звонила ему У него был телефон не подключен Видимо, очень навязчиво Ну, что-то как-то обманчиво внешне Может, влюбилась Может, влюбилась Но все равно это ее не оправдывает Да, влюбленность есть такая И в один прекрасный день позвонила сама его мама Ну, видимо, она взяла у него номер Она представилась И мы как бы стали с ней разговаривать Скажите, а вот когда вы несколько дней подряд звонили У вас сердце не лопнуло? Что в голову лезло? Какие мысли? Ну, я, наверное, подумала, что что-то произошло И вот звонит мама и говорит Звонит мама и говорит, что он в больнице У него какие-то проблемы со здоровьем Чтобы я поняла, что он обо мне рассказывал Что он меня ждет Что как бы у него серьезное намерение Ну, я подумала, что если мужчина взрослый рассказывает маме Значит, действительно, серьезное намерение А мама к себе не пригласила? Нет И спросила, а где вы, детка? Из Уфы приехали Мой вас не встретил Вы голодны или не холодны? Мы с ней долго разговаривали Она не пригласила к себе? Нет А вы не спросили номер больницы? Я не спросила Она мне сказала, что вот-вот он поправится Единственное, меня насторожило Почему он сам со мной не разговаривал Не задали ей такой вопрос? Нет Под копельницей Ну вот, видимо, да Вы не задали ей этот вопрос, хотя девочкой вы уже были большенькой Ну да, я 26-й год Да И продолжали жить у подруги Да, ну это было неделю Через неделю мы с ней встретились Он вас привез в шикарную квартиру Где все говорило о благополучии Все шикарное Разные размеры Хорошая была квартира, да А чем он занимался? Он не работал на тот момент А вообще, кто он по специальности? Он работал в банке Не думаю, что эта девушка меркантильная Потому, скорее всего, она больше отвечает на порывы души своей Начались праздники у вас, да? Вот вы приехали И прямо любовь закрутила Да, мы стали... У нас быстро закрутилось Стали серьезные отношения Ну серьезные, понимаете Женщина думает серьезно Если мужчина ее пригласил на свою территорию и спит с ней Она думает, что это серьезно Нет, этот мужчина мне говорил, что он хочет отменять детей Я видела по его поведению И когда случилась вот эта беда? Когда вы узнали, что он... Да, что у него проблемы Нас пригласили на день рождения за город Мы поехали туда И человек там выпил И, в принципе, я его увидела вообще в другом лице Он не просто выпил Сначала он пил прилично А потом, когда уже была та самая доза Ему было уже все равно Рядом вы или кто-то Он уже пил из бутылки, стаканами Да, человек меня как бы оскорбил в этот вечер Прилюдно Потому что вы у него хотели стакан виски Из-за рта-то забрать? Я сначала с ним пыталась с ним по-хорошему договориться Чтобы он остановился Но я видела, что человек уже без тормоза И тогда вы решили у него забрать стакан? Да, и вот И пару еще его шуток Он начинает, наливает стакан Полный стакан Начинает пить И я стукнула просто по стакану Уже сама Стакан разбился Стакан разбился А об него получается И он поранил язык, губу, кровь? Да, это все было кровь Я просто встала и ушла Ушла С утра он проснулся Я проснулась Он как бы сидел с кофе Как ни в чем не бывало То есть он дальше продолжал пить всю ночь И все утро он пил Мы приехали с ним в Москву Я позвонила его родителям Потому что я понимала, что человек не остановится Приехали его родители И на тот момент они мне сказали, что пить ему вообще нельзя Скажите, а собрать вещи и сказать О, слава богу, что еще замуж не вышла Я собрала вещи Стала собираться Но его родители, как бы его семья Сказали, чтобы я осталась Чтобы мы поговорили И как бы человек со мной более-менее держался Эти месяцы, в которые мы жили Ну и чтобы я как бы подумала Клялись бы, жили, что больше он пить не будет Я осталась В принципе, это просто забота Это правильно Это забота о том человеке, который тебе нравится А когда он напился до такой степени, что вас избил? Через сколько? Через месяца два Когда он меня первый раз ударил Он не просто ударил, он вас избил? Нет, была первая пощечина, после второго запоя Тогда я уже решила конкретно уходить Я собрала вещи, уже была направлена Но человек опять же меня уговорил С одним условием, что он займется своим здоровьем Что будут уже какие-то меры существенные Вы опять остались? Я опять осталась Он лечился Я ему поверила Мы прожили какое-то время И вот уже у нас произошло, что было дальше Ну единственное, что я не понимаю Почему у нас столько времени проводилось с ним И зачем? Вообще для чего это? Да, это загадка И в третий раз, когда при вас был запой Он уже вас избил до полусмерти? Не было запоя, нет Мы проснулись рано утром в понедельник Я стала собираться на работу Выхожу из ванной И вижу, что у человека просто агрессия Он повалил меня на кровать Стал меня бить Стал говорить, что я ему изменяю Что всячески оскорблять Это уже было без алкоголя? Да, он был не под алкоголем Просто я не знаю, что на человека нашли А он бил у вас головой об кафель? Когда он меня уже тащил, получается, к двери Начал у меня бить головой Я схватила ботинок Как-то его пыталась Ой, мамочки Что за подробности? Не ожидал такого Как можно такую девушку избивать? Я вырвалась И выбежала, получается, на территорию Попросила помощи охраны Но милицию никто не вызвал В итоге, как бы, он пошел за мной В этот момент я зашла в квартиру Закрылась и позвонила в полицию Ну это уже было последнее, да? Да, это было последнее И вы вернулись куда? Я написала заявление Я поехала в больницу, чтобы снять все показания Вернулась к нему за вещами Я что смогла, на себя одела Вышла в подъезд И у меня не оказалось ни денег Потом выяснилось, у меня не оказалось ни подруг Ничего Я осталась одна в подъезде Вот я стала листать свою телефонную книгу И звонила просто всем подряд Кто бы мне мог помочь Я звонил, он говорил У меня такая-то ситуация Привет А когда подруге своей позвонили А что она вам ответила? Она мне ответила, что ты знала, с кем ты живешь И у меня свои проблемы Я не могу с тебе всегда помогать Она права? Вот это был наш последний раз Она права Москва слезам действительно не верит Она как подруга вас постаралась отградить от этой ситуации Ну, когда мы любим Мы, наверное, надеемся Вы не любили Нет, детка Слушай, ну, мне кажется, она просто на нем замкнулась и все И даже сама не знает, почему Вы приехали в Москву первый раз Обалдели Богато, красиво, много всего Подруга вышла замуж Уехала в свадебное путешествие Когда вы смогли его полюбить? Мне кажется, чувства появляются, когда ты видишь, ты проводишь время Нет, в 16 лет, может быть, в 25 лет Все бросится совершенно осознанно Приехали в Москву Но ведь я могла уйти после первой пьянки Так не ушли Куда это вы бы ушли? Из хорошей квартиры, охрана У вас здесь работа, у вас совершенно другой состав Ну, у меня была работа на тот момент И я могла себе снять хотя бы комнату, квартиру и еще что-то Вы же не ушли Ну, что-то же меня остановило Не, ну, а что может держать женщину С мужчиной, который, очевидно, когда-нибудь поднимет руку Но никак не любой Ну, я столкнулась с этим первый раз А если бы он был водителем такси? Я бы все равно с ним осталась Не, ну, так-то девушка симпатичная У меня есть все возможности, чтобы найти интересного молодого человека А не взрослые себя алкоголика Ну да А правда, что вам не важна внешность мужчины? Ну, вы знаете, я не могу какой-то образ оставить, чтобы он был, допустим, блондином, либо брюнетом, высоким Нет, а можете, ну, как бы, все-таки как-то приоритетность, будет ли он при деньгах или нет, или вот водитель обычный? Ну, хотя бы, чтобы он был, как бы, сопоставил мне в доходе А у вас доход какой? У вас вообще приданное какое? Приданное... Вы имеете в виду недвижимость? Квартира машины? Ну, и это в том числе У меня есть квартира в Уфе, в Москве у меня недвижимости нет Ну, и доход у вас какой? На что хватает? Да Хватает, чтобы прожить месяц в Москве и оплачивать себе жилье Значит, денег нет Ну, и у него тоже, наверное У кого у него? Ну, у будущего мужа-то Нет, но что значит денег нет? Если человек перспективный, то деньги все равно... А что такое перспективное? У него родители обеспеченные? Ну, понимаете, если... Нет, если человеку, допустим, 26 лет, то, конечно же, он не будет, я думаю, миллионы зарабатывать Но, возможно, у него есть какая-то цель, которой он к ней идет Тогда главное требование ваше, главное требование Чтобы мне, наверное, с человеком была гармония, чтобы мне было с ним комфортно Это в первую очередь... А если он студент, хороший, классный парень, живет в общежитии, вот сейчас придет, влюбился в вас Ну... Жить на вашей территории, не в общежитии вас пригласит Нет, я же сказала, чтобы мужчина был сопоставим мне, чтобы уже с каким-то доходом Если это студент, который работает и зарабатывает, то ради бога Девчонки, желаем кого? Давайте, подружки, рассказывайте, пытайно Вы же там подробностей? Сильного, смелого Такого, чтобы был в достатке содержать девушку, как бы, чтобы не на своих плечах тащил Но, естественно, и не студент, потому что ей тоже не 18 лет Но можно все-таки быть и молодым, и в каком-то статусе, и все-таки зарабатывать достаточно Ну, а у вас два варианта, значит, если, ну, как бы, относительно молодой, постарше вас на, условно, на 7 лет, вот в этом диапазоне То, конечно, вам ровнее, тоже иногородней, но, может, все-таки может снимать квартиру, но, похоже на вас Либо возрастной, обычный, ну, который за красоту вас будет любить, в общем-то, за хозяйственность, потому что вы, ну, выжили здесь, все-таки остались Послушайте, сегодня мужчины хотят партнера, мужчины тоже не хотят корячиться, тянуть жилы Им тоже нужна со стороны женщины помощь Ему тоже нужна надежная женщина, надежная Чтобы много работала, чтобы мало требовала, чтобы не капризничала Екатерина способна поддержать своего мужчину? Конечно, конечно Не капризничать, не вынимать у него душу с поездками за границей и так далее Ну, я думаю, нет, за ней этого не будет наблюдаться Нет Хорошо, верю Что бы мы сейчас ни говорили, самым важным остается то, что у вас в гороскопе управляет темой личной жизни Нептун Управляет многократно, то есть самая влиятельная планета А это значит, что вы очень долго будете путаться в собственных иллюзиях, ничего не понимать, обманываться в мужчине Единственное лекарство – это себе четко составить портрет Кому-то, я наоборот говорю, что не нужно в деталях фантазировать о мужчине, но у вас все расплывается Вот я вам советую сегодня к каждому жениху подходить с вполне конкретной, четкой меркой И задавать вопросы очень конкретные Не вообще, где вы отдыхаете, а сколько вы, например, обычно тратите на отпуск Сколько дней вы можете себе позволить в году отдыхать Какое количество друзей у вас есть То есть постарайтесь, чтобы вопросы сегодня были именно такими Хорошо, численно конкретными Любовь в системе и ценности под каким номером? Под, наверное, вторым А первый номер? Комфорт Девочки никогда не любила, потому что любовь у нее на втором месте Если бы вы, ваша история закончилась бы в Уфе, то есть вы бы собрали вещи и улетели бы в Уфу У меня было бы совершенно другое отношение Вы остались в Москве, потому что вы приезжали в Москву А к нему было удобно, потому что вы сразу поняли, что у него есть квартира, что у него есть деньги Я не знала об этом, когда я уехала в Москву Я не знала вообще, куда я уехала Ну так послушайте И тогда это вообще третий вариант Я даже не знала, что у него есть там квартира А где вы собирались жить? Не, ну человек мне сказал, что ты приедешь и первое время ты поживешь у меня Ну значит вы в квартиру уехали? Не, ну конечно, но я не знала, что она у него собственность Все живут в квартирах в Москве, никто на вокзале не живет И на вокзале живет Поэтому, Катенька, поэтому, дорогая, вот послушайте меня Зачем пришли? Не обманывайте ни себя, ни нас Этим вызовите уважение Вот такого мужчину давайте искать Тот, с которым вам будет комфортнее, чем сейчас одно в съемной квартире После рекламы женихи проявят свои лучшие качества Оцените вместе с нами Вы смотрите «Давай по Жене» Все у нас в гостях Екатерина Встречайте первого жениха АПЛОДИСМЕНТЫ Восхищен вами Меня зовут Игорь Я более чем уверен С вашей красотой У нас появляются потрясающе красивые дети Мне кажется, ему лет 40 с небольшими Тебе не кажется, что он рано надеется слишком? Ну, знаешь Или наоборот поздно Здравствуйте Кто эти мальчики? Это мои друзья Это Дима, это Павел Очень приятно Давайте с вас посмотрим Игорь, 34 года Соучредитель агентства по организации праздников Много времени посвящает работе в детских лагерях Гордится тем, что две воспитанницы называют его папой Мечтает о большой семье После трех лет брака Жена честно призналась Игорю, что разлюбила его Собрала вещи и ушла Надеется, что Екатерина всегда будет рядом Что, вот прям так собрала вещи и ушла? Ну да Никаких предпосылок, никаких объяснений? Нет, ну предпосылки Сердце не подсказывало? Предпосылки были Какие? Просто чувствовалось какое-то наступление охлаждения А сколько вы лет до того момента, что пошли и расписались, были знакомы? Ну мы полтора года встречались И жили сколько вместе? И три года в браке Детей не родили? Нет Говорю, просто в данном случае сыграло то, что у меня бывшая жена устроилась на работу Я просто связывал охлаждение отношений с тем, что достаточно серьезно напрягаться Новая работа, новые впечатления, эмоции Наоборот Ну она уставала И что, и устаешь, и прибегаешь домой, делишься впечатлениями, знаешь, что тебя поймут дома Как-то поддержат Старался, поддерживал А до этого она не работала? Нет, работала Она пошла резко на повышение и стала больше зарабатывать, чем вы? Да я бы не сказал, что больше зарабатывать Просто пошла на повышение Просто, видимо, что-то остановилось Нет, Игорь, она вас обвиняла в том, что не хватает эмоций и страстей Мне это странно, потому что если вы развлекаете детей, многие детки даже вас зовут папой У вас должна энергия бить через край Пионер вожат А что, на жену не хватало? Ну, понимаете, когда работаешь с детьми, да, ты все равно работаешь в какой-то определенный период На этот период у тебя энергия есть Ты приходишь и откуда-то еще надо взять Соответственно, ты берешь это или из семьи В семье я просто достаточно спокойный, уравновешенный, меня трудно из себя вывести Семью надо нести тоже Потому что на работе все убиваемся А точно так же надо бы убиваться для близких людей Ну, зато я приходил домой, когда... То есть я всегда готов был выслушать, всегда готов был поддержать ее Человек-праздник, и не хватает эмоций и страстей Ну, что это? Кто у него праздники тогда заказывает? Сколько лет назад вы развелись? Год Год назад? Она нашла какие-то слова, при чем уйти? Да, она сказала, что потеряла... разбились розовые очки Считает, что я для ее жизни бесперспективен Ну, и просто разлюбила Может быть, это потому, что она была намного младше вас? Лет на 10, да? Нет, там поменьше, 6 лет А, 6 лет? Ну, то есть вы были взрослые люди? Да Все движения были осознаны, скажем так Не жалеете? Ну, все равно определенная тоска, конечно, существует Слушайте, ну, он в глаза вообще не смотрит Ему задают вопросы, и он даже не может ответить Он скромняк, там, который стесняется Вы где сейчас живете? Сейчас я живу в Костроме В Костроме? Если у вас все сложится, вы влюбитесь Поедете за любимым в Кострому из Москвы? Возможно, да Игорь, а вам нравятся женщины сексуальным голосом? А вот мой голос Вот мой голос сексуальный? Очень Думаю, нет, если честно Нет? Думаю, нет А что так? Нет Вот такие мурашки бегут А от страха может вздыриться все Не только мурашки А это как вот сексуальный-то? Ну, не знаю, что бывает Разговариваешь с человеком С девушкой в данном конкретном случае И понимаешь, что тебе просто нравится ее голос А это вот так, наверное? Вау! Нет Ну, давайте не будем путать сексуальный красивый голос Который тебе нравится И манерный голос Это разные вещи Это просто подсознательно Игорь, скажите, а для вас притягательна девушка заводная? Веселушка, хохотушка? Или спокойная, сдержанная, закрытая, тихая, внимательная? Я, наверное, больше предпочел быть сдержанной Мне кажется, у нее образ такой детской воспитательницы Она просто, ей надо работать с детьми, заниматься домом Она не женщина, которая пойдет по мне, а сексуальная Вам сейчас 34 года Своих детей нет Сколько будете еще развлекать чужих детей? Сколько еще будете работать с аниматором? Понимаете, работа с аниматором, работа с пионеровожатым Это работа для души Да, это призвание, конечно То есть, это же не означает, что я занимаюсь только этим А чем? А зарабатываете? Ну, где-то я сам выступаю Где-то выступают сотрудники То есть, это тоже надо контролировать, собирать заявки Вам нравится, Екатерина? Очень Просто безумно Какое у вас образование? Выше педагогическое, средне-специальное, торговое? Что-что, средне-специальное? Торговое Ой, как хорошо! У меня раньше товары век Это же какая профессия-то была Что бы в магазинчиках? Да палаточку бы, знаете как? Всегда, в общем-то, и при деньгах, и при продуктах А душа, когда горит, когда хочется творчества, как они говорят Вот нравится? Да, конечно Ну, они, по-моему, идеальная пара, нет? Да, подходят друг к другу Оба спокойные, целеустремленные Он прям как чувствовал, у нас все получится Он прям смотрит Мое Покажите сюрприз Да, конечно Это Сейчас выступят мои воспитанники Что вы говорите? Как интересно Проходите У него хороший шуток Это достаточно быстрая композиция Ну, мы можем и медленно-то не обманчиваем Давай Шум дождя по мостовой Тает вечер над Москвой Ты в ночи безбрежной И в метели снежной Засыпает город твой Где-то в сказы шайдали Уплывают коровни Там, где море счастья Где сердца на части На другом конце земли Детки нормально, да, поют? Молодцы Помогают парню устроить личную жизнь На них основная ставка сделана была Между нами города Скоростные поезда Параллельные миры И расстывшие костры И разлуки холода Было море, как прибой Шепот звездки мы с тобой Но сгорело лето И исчезло где-то Лето, ставшее судьбой Между нами города Часовые поезда Телефонные звонки И короткие губки И чужие голоса Между нами города Старостные поезда Параллельные миры И остывшие костры И разлуки холода Спасибо, Игорь Забирайте своих сваток И проходите в свою комнату Ну а вообще как, Игорь? Хороший такой, творческий, да? Скромный Он оказался скромным, спокойным Ну, кустромчанин Домашним С Волги Я так думаю, конечно Конфликты были с женой Потому что она ожидала одного А он весь сгорел Ему интересно там С детьми Он даже так немножко потанцевал И все наблюдал Чтобы они в такт попадали Все прямо вот Прирожденный Поэтому он пошел в педагогический институт А не в торговый Понимаете? Не в финансово-экономическую академию Я думаю, если бы он еще жену К этому делал как-то ближе Преподнес, может быть у них Я думаю, там было обоюдно Понимаете? Ну, возможно Я думаю, ей было неинтересно с ним А ему с ней не очень сожалеет Вот такой ошибочный брак Не его человек Ты всю энергию на деток расходовал Девушке другая энергия нужна Я постараюсь Я постараюсь Чуть-чуть меньше Традить на детей Чтобы больше домой приносить Так это разная энергия Ну да Екатерина, а вы могли влюбиться В такого, как Игорь? Я думаю, мне нужно его Получше узнать Пообщаться Чтобы сделать Да ладно С первого взгляда Ты же видишь С первого взгляда нет С первого взгляда нет Не зацепила Не знаю Она приехала Она приехала Остановаться здесь Она сейчас хорошо живет Она здесь хорошо И мне это интересно Если бы ты был московский Как бы она отреагировала Наверняка по-другому Роза, а тебе как же нет? Ну, Игорь мне нравится Хороший Кстати, я как раз Вот про такой Второй вариант Вот про такое говорила Хороший мужчина Который занимается Своим делом Роза, на меня посмотри У нее таких, как Игорь У Уфы Ну, о чем я и говорю Зачем же нужно было Из Уфы приезжать За Игорьком Вот Тогда пускай не сидит И не строит У нас тут Эта девочка-припевочка Что мне денег не важно Полюблю, как говорится Любого Лишь бы потенциал был Да, на что благороднее Можно как с детьми заниматься И будет заниматься Но денег особо не заработает Никогда их не заработает Правильно, согласен И для этого приезжал в Москву Вася Да, прекрасный мужчина Но пал жертвой того Что женился на слишком молодой женщине Но нельзя жениться на 20-летних Или 21-летних По крайней мере, не на всех, скажем так Потому что через несколько лет Люди действительно начинают вырастать Друг из друга Поэтому многие союзы Где очень юная партнерша Обречены на провал Точно так же, как и с мужчиной И ничего тут нет удивительного Конечно, ей кажется Она сам уж выйдет Там праздник Мамка не будет Говорит, шапку надень Не сутулься Вовремя спать Ложись Понимаешь? Игорь, в обычной жизни Мужчина скучноватый Буду откровенна Он способен Детально и дотошно Разбираться Во всех мелочах Любимого дела Он явно поможет Жене по хозяйству И сделает все, что нужно Но я боюсь Что в быту Он не будет Столь зажигательным Как хотелось бы Многим женщинам Но так же найдется Большое количество особ Которые будут рады Такому спокойному Тихому мужу Давай поженимся Теперь в вашем мобильном Набирайте 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время Через несколько минут Вы станете Свидетелями Нового знакомства Не пропустите Вы в передовой поженимся У нас в студии Екатерина Встречайте второго жениха Привет, меня зовут Сергей Надеюсь, именно та музыка Которая принесет мою жизнь Порядок Привет Ой, спасибо Спасибо Не надо провожать Катюша Ну что же Вы к вам, Сережа С поцелуем Потянулся А вы так Рановато Рановато С кем вы, Сергей? Я со своими подружками Замечательными Алина И явками И рягушками Но это наедине Давайте на вас посмотрим Чтобы узнать вас получше Сергей 23 года Фэшн-фотограф Закончил военно-морскую академию Ходит в тренажерный зал Подрабатывает моделью И снимается в клипах Мечтает о детях-близнецах Возлюбленная коротала Сергеем Время Но по-настоящему Была влюблена В моряка дальнего плавания Надеется, что Екатерина Его не обманет Ну вы не моряк А морячок В прошлом Да, можно так сказать Да? Да А как вы знакомились Со своей девушкой? Это была совершенно Очень такая Неординарная Очень интересная история И даже до сих пор Я вспоминаю И даже улыбаюсь Если чего бы Вам было 16 лет Да А ей 23 Ну да Это было вообще не помеха Это было на море Неожиданно Черт, меня смущает У меня залились глаза Я плавал себе На матрасе А уже был вы таким красавчиком Накачанным? Не знаю Нет, ну как не знаю Есть 16-летние мальчики Таких глаз не оторвать А есть такие глистики 16-летние Плавающие Вот вы были каким? Глистиком Или вполне себе уже ничего? Нет Я был всегда сбитый И всегда какой-то Старше своих лет выглядел? Да Говорили старше Слушай Ну смазливый и робкий Это видно сразу же Хорошо Завязка для французского романа А кто к кому больше клеился? Она к вам или вы к ней? В общем было дело так Я плавал на матрасе У меня был большой матрас Но оказалось, что Всего моря было мало Я задел девушку В итоге мы оказались На одном матрасе И смысл был в том Что мы там Просто как лягушки Просидели До вечера Я не сгорел Потому что у меня Достаточно смуглая кожа А она сгорела И облазила И потом еще меня Неделю вспоминала И мы общались Потому что она обгорела Солнце мое А когда выяснилось Что она морячка? Что ее парень В дальнем плавании? Это выяснилось Спустя год Когда мы Да, да Вы весь год Женихались с ней? Или она как-то пропадала Эпизодически Когда приходил На суше ее парень? Это было совершенно незаметно Потому что были Свободные отношения Как я сейчас Это как бы понимаю Свободные Это значит Где встретитесь Там и любовь Дружески Слушай, ну такой типаж Мне кажется Вообще не серьезный Для жениха Для серьезного мужчины Согласен Она вам говорила Слушай, Серега Ты знаешь Мой приходит Ты потерпи пару недель Он потом опять Нет, этого не было Поначалу Совершенно А по концу было? Да Но это было Опять же по поступкам Мы об этом не говорили То есть она что-то Натворит там Или увидится с ним Или как-то там Пропадет на неделю Приходит домой Начинает там что-то убирать Что-то мыть У вас уже было Совместное проживание? Да У меня просто Есть квартира И как бы В моем городе Родители ее дали Нет А тот ее Постоянный моряк Знал о вашем существовании? Что у нее есть такой друг С которым она общается? Да, он знал Но он как бы Не делал никакие попытки Чтобы выйти на меня Совершенно удивительно И сколько вы с ней Так прообщались? Мы пять лет Пять лет Ваши один Вот В результате она осталась Своим? Нет Она осталась В свободном плавании Сейчас я знаю Что Мы с ней как бы общаемся Но на расстоянии Потому что все-таки Как-то Суета там Так нарный плавает Бедный ищет Кто там ее на матрасик Заберет В летом Расстались без сожаления? Да Потому что У нас не было таких слов Я тебя люблю Потому что Лично Что любви-то не было? Была влюбленная А с ним Что угодно может быть А он еще сам Не знает Что ему надо Сейчас где живете, Леш? Сейчас я живу В Москве Снимаю квартиру А приехала откуда? Из Новороссийска Вот смотрите А Катя приехала из Уфы Вы Не ровесники Катя тоже старше вас Уже теперь Не смущает? Нет? Вы знаете Сейчас не смущает Потому что Немножечко есть такое в голове Что-то Что-то недоделанное было За эти пять лет И что-то хочется Все-таки вернуться В то время И все-таки Вот что-то доделать до конца А что не доделали? Ну вот признаться Сказать Я тебя люблю Там Как-то все-таки Чтобы отношения были Ты приходишь там В одиннадцать домой Там То есть строгость Вот эта вот была Распорядок А не хаотичность А хочется Жениться-то? Вы знаете Хочется Но единственное Что я себе даю Примерно вот Через полтора года Через два Слушай Семейные отношения Это не означает Что ты строго приходишь В одиннадцать Это все еще зависит От твоей работы Скажите А вот Элина и Алина Вы с какой стороны подруги? Они фотомодели Да? Да Фотографии Скажите Ну мы с Сережей Познакомились в Москве Вот Ну мы сами тоже не с Москвой То есть Мы тоже с УФ Он решил этим Как бы Приблизить себя Взял себе подругу Из УФ А вы Сереже-то Вы знаете Фотограф Ну вы неизвестный Сами вот утверждаете Ему 23 года всего Так я понимаю Значит Не особо денег зарабатываете И спите еще много А когда же вы Есть такое Нет Я достаточно хорошо зарабатываю У меня очень много частных съемок Очень много Нового в этом году будет И чего отложили Вот Не отложил А я просто приходил к этому Очень стратегически Я держал на расстоянии А-ля там врагов Конкурентов И как-то внедрялся Узнавал где что Как они там ловят И просто вникал Впитывал как губка И сейчас готов взорвать Ага Вы просто как паук Стратег Выжидали Ну да То есть планируете Квартирку здесь купить? Конечно Однозначно Мне кажется Он не фотограф Он больше с другой стороны Объектива Судя по портфолио А сюрприз Покажете? Да Конечно АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я для тебя Слово сюрприз Здравствуйте Садитесь Не волнуйся О, фотосессия От великого мастера Саша Саша Немножко развернись Теперь пройдем Я тебе покажу Что получилось АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, ты готова? Давай вместе Давай вместе Сдернем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Обалдеть АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, тебе понравилось? Да Да АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, тебе понравилось Валерию не узнать, конечно АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Волшебник Волшебник Девчонки Вам повезло с другом В комнату проходите Очень много, на самом деле, вопросов Мы спросили И это очень обидно Ну что, как? Слушайте, ну вы знаете Что-то как-то меня вот просто Гузеева Она тебя задавила просто Да, да Я хотел больше разговаривать Катю И что-то у меня получилось Ну я тебе скажу, что Катя вообще не поговорила Лира, Алена Волшебник Сергей, правда? Да, правда, волшебник Прям не ожидали от него Красавчик Красавчик, красавчик У него год за десять Учительница была такая у него Ну да Опытная Слушайте, лето, юг, жара Они же там быстро поспевают Бройлеры А вы сейчас, Катя? Фотограф Хороший парень Красивый Под жарой Все здорово Но друг Я считаю, что только друг Позавидовала Я? Ни в коем случае Как вам? Молодой Молодой И я думаю, ему еще рано Создавать серьезные отношения Роза Как не для того Вы приехали в Москву Чтобы за Игорька Вот нашего Замуж выйти Так и не для этого Серега сюда приехал Чтобы выходить за Иногороднюю Без потенциала Так что вы Че? Думаешь? Так не думаю, знаю Он планет какие Он советский А я считаю, что Екатерина и Сергей Могут вдвоем Начинать жизнь Москве с нуля Помогать друг другу И у вас все Может получиться Разница незначительная Четыре года Вообще ни о чем Екатерина Екатерина, вы сидите Даже бровью не ведете Вот я за вами наблюдаю Настоящий представитель Земной стихии Выдерживаете и удары Какие-то любые замечания Но можно только догадываться О том, какие у вас Внутренние реакции Я хочу сказать, что Он прекрасно Совмещается с женщиной Именно земного типа То есть вы ему В общем подошли бы Я думаю, что он оценил И внешность вашу прекрасную Но на взгляд со стороны Он всегда бывает более верным Вы в разных весовых категориях Не в смысле веса Возрастных Психологически Это разные весовые категории Есть ощущение Несмотря на его богатый Как бы опыт Что этот опыт Только сексуальный Иного опыта нет еще Ну потому, как он строит Речь Потому, как он рассказывает О себе Конечно Но и поэтому Девушка в 27 лет Не должна, наверное Зариться на этот вариант Мужчина Я предлагаю Екатерине С третьим женщиной Походи Здравствуйте, Екатерина Меня зовут Александр На фотографиях вы совершенно другая И я хотел бы познакомиться с вами поближе Вот это вам Спасибо Гениально Но фотография Это совершенно другая Поэтому я хочу с тобой познакомиться Бо мне Да непонятно Совершенно Комплимент Думай, как точно Это комплимент Антикомплимент Здравствуйте, Александр Кто вас пришел поддержать? Друг Андрей Очень приятно Давайте на вас посмотрим Александр 28 лет Руководитель проекта В строительной компании Занимается фитнесом Никогда не мечтает Оставить цели Ей всегда поступает так, как считает нужным Стоило Александру жениться на своей возлюбленной Как он понял, что семьи у них не получится Надеется, что Екатерина Поможет ему вновь поверить в то Что семейное счастье существует Сколько вы встречались со своей будущей женой? Семь лет Со скольки? С двадцать лет Ужас Ну да, бывает и так Саня, а что я не женился-то через годик, другой, третий? Ну я не хотел жениться Да надо же Не хотел жениться? Ну нет, изначально я не хотел на протяжении семи лет Потом я захотел, женился И совместно развелись потом И понял, что вы не любите? Да, да Мне кажется, он ей тоже не подходит Потому что он какой-то несерьезный Абсолютно Он неряшливый, да Нет, дело даже не в том, что он неряшливый Такое ощущение, что ему ничего в жизни не нужно Вы москвич? Нет А вы откуда? Я из Самары Но я в Москве жил А она? Тоже из Самары Мы же в университете познакомились А-а-а Все, университетские, институтские дела Да, да, да Да, да, да Понятно Мне хотелось бы абсолютно А ту девушку, которая вышла с него Самый же проживающий Через семь лет Вот что изменилось после того, как поставили штамп и стали вместе жить? Ну вот именно то, что я думаю, и я, и она хотела, чтобы произошли изменения, но они не произошли То есть, по крайней мере, я не изменился от этого Ну конечно Мне кажется, вы жили разными жизнями все время И семь лет до, и год после У нее своя жизнь, у тебя свои интересы, свои жизни Ей, в общем, нужен просто реально человек, который хорошо зарабатывает И да Поэтому и взрослость оттуда Мне кажется, он сам не знает вообще, чего он хочет Ну он какой-то вообще, потому что Алтай-Балутин, ни туда, ни сюда, просто ни рыбы, ни мяса Мне просто интересно, кого она выберет Никого, мне кажется Андрей, вы были свидетелями? Ну да, мы довольно давно дружим, и я с первого дня их знакомства всю эту картину наблюдал А что, прям совсем-совсем их интересы не совпадали? Нет, им было интересно вместе, они там, когда расставались много раз Потом опять сходились на почве Общая компания, наверное Да, общая компания Ну даже не общая компания, а скорее какое-то притяжение взаимное Нет, смотрите, общие друзья за семь лет, наверное, да? Ну есть, но все-таки, когда они расходились, мы общались в разных компаниях А надоели друг другу, вот скажите честно Есть ощущение, что за семь лет уже не интересно? Вот когда говорят и мужчины, и женщины, что брак не цементируют Зачем этот официальный брак? Вот могу сказать, что цементируют Да, люди неизбежно через какое-то время охладевают друг другу Что-то приедается, что-то становится неинтересным Но когда стоит тот самый штамп пресловутый Держит Это держит, да? Это действительно держит Ну дети, я не знаю, но это правда держит А когда штампа нет, ты думаешь, как-то не пойду-ка я сегодня Можно я у тебя переночую, Вась? И все, понимаешь? А потом ты не только не зови к телефону, ладно? Еще не сделаешь И тут как бы, ну слава богу, детей нет Вам сегодня 28 лет Считайте, что у вас был такой вот опыт любовный, первый Хорошо, что вы были постоянные Ну вот, немножко паспорт запачкали Давайте лучше так, сидит вот Екатерина перед вами Ну пообщайтесь Мне интересно, чем ты занимаешься И хобби, может, я не знаю Путешествия, да? Там у тебя фотографии интересные? Да, у меня фотографии, я люблю путешествовать Также я занимаюсь спортом Ну да Спортом каким? Фитнесом Фитнес, не спорт То есть вы ходите, у вас есть время, да? Ну как это как зарядка Поддерживать спор Ну в то же время это времяпрепровождение Да, да Часто путешествуешь? Стараюсь, да Свободное время А куда ездите? Да В Европу Ну вот самая интересная поездка недавняя Стамбул Он что-то как-то нескладно говорит, еще так же, как и она И вот он как-то тоже в красном, она в красном Что-то прямо такое интересное Человеки красного боя Да, да Василиса Эмптон То есть они сейчас оба заскучают, они просто идеальная пара Скажите, а сколько вам сейчас понадобится времени для того, чтобы сделать предложение? Вот для того, чтобы понять, что это ваши женщины? Или опять так же досконально изучите лет за 10? Нет, это вообще, как бы, люди меняются, как бы, да, с возрастом Я думаю, такой ситуации не будет Ну, во-первых, мне надо понимать просто, что человек, да, я должен чувствовать, что я готов, что это будет супруга моя А не будете сравнивать со своей бывшей? Нет, вообще не склонен сравнивать людей Серёж, сколько тебе нужно времени, чтобы понять, твоя это женщина или нет? Ну, мне кажется... Напугай нас цифрами, давай Да, 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 если прям цифрами прям рубить, то, не знаю, месяца три А, ну это ещё не так плохо То есть через три месяца ты готов жениться? Нет Ай-яй-яй О, покажите сюрприз Окей, давай То есть я узнал, что ты занимаешься фотографией, да, тебе это интересно И решил подарить себе альбом известного британского фотографа с знаменитыми людьми Вот, думаю, он тебе понравится Давайте погадаем на этой книге Откройте, пожалуйста, кого из знаменитостей Давайте мы откроем Давайте Какая страница, Лариса? Давай я С кем бы я захотела провести две недели отпуска На острове Какой страшный Выли ты, Игорь Ты что, с ума, что ли, сошла? А за кого я бы замуж вышла? Давай, дай ты Что, ты за кого-то бы вышла? Любую открывай Ой, вот я бы с ней лучше провела Мне выпал Джордж Клуни С третьего раза Я от Занекова замуж Да, хорошая Господи, он ни на ком не может жениться Уже много лет Он же не больной Не больной, но не может жениться На Слушайте, шикарный подарок, шикарный Александр, спасибо Барский просто презент Проходите в свою комнату Скоро узнаете, кого Катя выбрала Слушай, ну, по-моему, прошло все хорошо Ну да, нормально Тебе понравилось? Ну, она милая, ее можно побольше узнать Я скептически отнесся к ней Может быть, еще раз пообщаться? Можно, да, в такой неформальной обстановке Девчонки, как вам, Александр? Ну, вот Александр, наверное, самый такой интересный А вы что скажете? Во-первых, это мой земляк С осенних городов Вот Во-вторых, мне нравится то, что он узнал интересы Катины И чуть-чуть я считаю, да, что это самый подходящий Спасибо Я так понял, подружки тебя оценили Я же тебя всем привет Ты учитываешь Роза? Не, мне, Саша, понравилось Мне строители нравятся Ну, вот, Катюшенька, вот я всегда напоминаю с вами невестам У вас не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление А мужчина не любит, когда вы никак не реагируете совершенно Я вот тоже, и Лариса заметила, что вы даже Он вам подарил, вы даже в руки подарок не взяли Вон мы как набросились Так интересно нам было Потому что я нервничаю Нервничаете? Не, ну а как, ну, это у вас же не будет, это нервничаете Хороший парень, Александр, хороший История его это, жениться на своей университетской любови А как по-другому Как-то все честно говорит, расслабленный Очень понравился парень, очень Ну, я позволю себе с вами не согласиться Мне как раз кажется, что это такая была версия шпиона История действительно красивая, она логична Она не вызывает вопросов фактически Я не говорю, что она специально заготовлена Вполне так могло быть Но совершенно за кадром, к сожалению, остались его и реальные качества Что за эти семь лет происходило Поэтому история внешне выглядит понятной Но как настоящий водный мужчина все концы в воду спрятал И ничего толком не рассказал Поэтому если захотите разгадывать, разгадывайте Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет невеста? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом Лира, Елена, кого рекомендуете? Я советую Александру Александру Ну и по возрасту, и по тому, как ваши все-таки глаза заблестели Конечно же, Александр Но Сергей тоже очень неплох Очень И совершенно меня не пугает разница в возрасте Ой, спасибо большое Поддержали меня Ну, конечно, очевидно, в общем-то, что выбор пойдет на Александра Но вот я как мать, я уж не знаю там Ну, у меня сын рак просто-напросто Вот как мам скажу Ну, не такую бы я невестку для своего сына видела Вот как для рака Потому что два шага вперед, один шаг назад Домосед, а вы прям какая-то такая закрытая уж Не хочу обидеть Вы вообще веселитесь когда-нибудь? Конечно, да А что он или как будто мы вас на Голгоф прямо привели? Стесняется Стесняюсь, да Первый раз на телевидении, в студии Это вы каждый день Стесняется Правда? Ну ладно Тебе понравилась девушка? Ну, она симпатичная, обаятельная Но я ее настолько не узнал, насколько хотелось бы Поэтому я бы встретился бы с ней еще раз Попытал бы счастье Ну, попробовал, по крайней мере, чтобы она хотя бы изменила какое-то свое отношение к жизни Стала более веселой, что ли, активной Актрологически, типологически я советую выбрать Александра В общем, слушайте себя И ваше сердце вас приведет именно в ту комнату, куда нужно Мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Артур, 30 лет, номер 3050 Менеджер в строительной компании Любит экстрим, увлекается мотоспортом Ходит в походы и катается на лыжах Познакомится с женственной миниатюрной брюнеткой Ольга, 26 лет, номер 3051 Менеджер по маркетингу Занимается танцами, рисует и любит кино Ищет высокого спортивного мужчину Который разделит ее страсть к путешествиям Мы не знаем Выйдет Екатерина одна или с избранником Я приглашаю всех выходить Давайте ее поддержим Я очень рад Безумно Я надеюсь, что мы с тобой встретимся Пообщаемся поближе Я хочу, да, реально, что вот тебе говорят Ведущий, чтобы мы веселились И ты, чтобы была всегда веселой Потому что такое ощущение, что ты в унынии Каком-то пребываешь в какой-то период времени Вот поэтому охота, чтобы ты немножко была более жизнерадостной Вот, надеюсь, у меня получится У нас есть пара Екатерина и Александр Если вы тоже хотите обрестить свое счастье Заполняйте анкеты на сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то участвует в сегодняшней программе И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс имени героя На номер 4151 А я, Лариса Безеева, желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, позднем И пусть все перемены будут к лучшему У нас тоже будут перемены Девчонки, пойдемте АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ